В преддверии Восьмого съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия мы встретились с Августой Дмитриевной Марфусаловой, с человеком, который стоял у истоков создания ассоциации и все 35 лет ее деятельности активно работает во благо своих сородичей. Августая Дмитриевна является народным депутатом Государственного собрания Илтумен II созыва, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председатель Совета старейшей нашей ассоциации. С 2022 года включена в состав Высшего совета старейшей Республики Саха-Якутия. В 2020 году правительство рекомендовало Августу Дмитриевну в состав Общественного совета по Арктической зоне Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, где она исполняла обязанности заместителя-председателя. Членом этого совета она является и в настоящее время. Всегда активная, доброжелательная и искренняя Августа Дмитриевна заслужила неоспоримый авторитет и уважение. Она первая из овенков в кандидат философских наук. Научный подход, аналитический склад ума, принципиальность и верность идеям и выбранному пути. В этом вся Августа Дмитриевна. Наша ассоциация – это одна из старейших общественных организаций не только в Республике, но и в Российской Федерации. И причем она создавалась вот в 87-м году. Она создавалась силами наших писателей, нашего актива. И поэтому, может быть, эти традиции, они оказались сохранены. И в результате того, что у нас достаточно много подготовленных людей было и в системе органов власти, и на местах тоже самое. Поэтому по всем направлениям жизнедеятельности у нас были приняты определенные направления деятельности. Но многое, конечно, решалось, многое, значит, многое не воплощалось, потому что это очень многотрудные, очень долговременные проблемы идут. По жизни они сопровождают всегда наших людей. Поэтому просто так их решить положительно тоже нельзя. Изначально ассоциация, вот наши руководители Андрея Васильевич, Василий Афанасьевич Рубик, Анна Николаевна Мыреева с каждой ассоциацией, они взяли направление на привлечение молодых людей. Поэтому выращивали фактически поколение, новое поколение. А это распространялось на районы. И, значит, там, где активно работали ассоциации, там, где к ним прислушивались местные органы власти, потому что, если уж честно говорить, то без органов власти такие многочисленные этносы решить свои проблемы фактически не могут. И поэтому упор был сделан на тесное сотрудничество с органами власти. В начале 90-х ассоциация ставила вопрос. Это, видимо, один из узловых. Поэтому, значит, мы, ну, благодаря, видимо, нашему руководству во всех министерствах и ведомствах пытались, чтобы работали представители коренных младчисленных народов Севера, представители Арктики, чтобы тех людей, которые знают не так вот просто по книгам или что-то, а на себе ощутили все превратности жизни. Вот это кочевого образа жизни, жизни в Арктике, жизни на селе, в тайге там и так далее. Вот поэтому, значит, растили кадры. И начиналось это с подготовки их. Ну, кадров действительно с образованием у нас было не так много уж, если честно, признаться. Поэтому вот целевые места во все учебные заведения, включая среднеспециальные, и районы, ассоциации посылали туда детей. Мы уже недели ли тут КМНСники или еще кто-то, северяне? Значит, они все вот шли вот учиться. И в итоге, значит, мы сегодня, в общем-то, получили образованное поколение. Руководителей стало у нас много. Тех, кто может руководить районами, могут руководить где-то в министерствах, да. Так что вот это основной момент, чего мы добились. И надо сказать, что у нас молодежь активна до сих пор. А на этот молодежный совет у нас практически сам сегодня проводит мероприятие. Второе, очень сложное положение с языком было. Изначально было это, потому что уж по-честному, значит, в советское время как-то, хотя и не запрещалось, но и не приветствовалось окружающим миром то, что говорили бы на своих родных языках. Ну, скажем, если в Алдане, там, в Хатестере, кто-нибудь заговорит по-венкийски, то тут окружающие сразу на него. Ну, большинство, потому что приезжие – это очень многонациональные поселения. И в связи с этим, значит, вот венкийский язык, скажем, забывается. А янгары – это особое поселение. Оно как бы изолировано от всего и вся. Они даже в Якутск-то не приезжали никогда, да. Вот получается, поэтому они там и сохранили язык, вот, а остальные – вот такая вот ситуация. И в итоге, значит, вторая проблема – это языковая. Но тут гораздо сложнее. Если нет бытового языка, то трудно очень сохранить. И я лично вот полагаю, что да, Министерство образования там с 87-го года ввело в образовательные программы, предметы языковые. Но, к сожалению, сейчас отступают они. Сегодня сократили часы преподавания разных языков в школах. Но преподавание теоретическое – это не значит научить говорить. Тут должно быть собственное желание, значит, и окружающий бытовой язык. Вот этого мы пока не можем добиться. Но однако же, вот те наши молодёжь, которые сегодня в активе, вот они говорят, научились. И то, что в школах у нас язык появился, может быть, да, и то, что вот есть какие-то значимости языка всё время поднимается, вот она заставляет детей думать, что они, да, они представители таких-то народов, что вот они тоже должны говорить, а язык это определяет. Поэтому вот эта проблема постепенно, но должна решаться. И дети будут гордиться вот такими вещами. Вот вторая проблема, которая... Но изначально основной вопрос – это был, конечно, традиционный вид хозяйства, хозяйственной деятельности. И поэтому ассоциация очень жёстко этой проблемой занимается. И по сей день эти проблемы стоят. Потому что, видите ли, рыночная экономика, она непостоянная, как плановая. Это она всё время меняется от конъюнктуры рынка сегодня. Вот там есть потребность, значит, будет. Значит, было нужно мясо, да? Значит, забили всех и так далее. Ну вот, когда перешли на рынок, я как-то в 93-м была в Аллаихе, после того, как оттуда приехала, говорю, вы почему такие проблемы-то ставите, что вот надо там ликвидировать или что-ли убирать? Они говорят, ты, Августа Дмитриевна, где живёшь-то? Мы же сегодня в капитализме живём. Почему ты вот так вот ставишь вопрос по сохранению поголовья оленей? Вот так вот такая постановка. То есть рынок должен регулировать. Человек должен вертеться, крутиться, сам всё решать свои проблемы. Государство тут абсолютно ни при чём. И поэтому в начале 90-х вообще прекращено было государственное финансирование сельского хозяйства и в том числе, конечно, вот традиционных видов отраслей хозяйственной деятельности КМНС. И когда мы потеряли большую половину практически поголовья оленей, это у нас на начало 90-х было где-то 40 тысяч, да, а мы к 98-му году уже подошли, только 160 уже оставалось тысяч голов. Мы за это время, вот видите, какой регресс произошёл. А потому что, не получая заработную плату, а не отческим семьям, как жить? Они самостоятельно забивали, они продавали это мясо, они использовали это как питание для себя, потому что денег нет, продукты покупать нечего, они вот выходили на собственном этом. И поэтому был поднят вопрос о том, чтобы поднять вопрос государственных дотаций, государственной поддержки традиционного, вот именно оленеводства. И с тех пор вот эта проблема продвигается и стоит по сей день. Ну, Елена Христофоровна, мы видим с вами, как она борется за каждую копейку там, потому что это зарплата. Ну, что такое 30 тысяч для семьянина, да? Это вот заработная плата, она даже не называется не зарплата, это дотации на содержание оленеводства идёт. У них зарплаты как таковой, у оленеводов нет. И поэтому произошёл отток профессиональных оленеводов, ну, остались старики, и то их тоже сейчас очень мало остаётся. Проблемы есть и по сегодняшний день. Сегодня можно уже сказать, наверное, о том, что регресс остановился, пошёл какой-то уже прогресс и развитие. Ну, о развитии говорить нельзя. Но то, что мы один из регионов, где сохранено, в принципе, домашнее оленеводство, говорю. Да не отстрелил дикого оленя, как такового, а домашнее оленеводство. Ну, это республика Саха, благодаря вот организованной системной государственной поддержке этой отрасли. Ну, вот проблемы стоят ещё по охоте, чтобы была определённая поддержка и охотничьего хозяйства там. Ну, и рыболовство как таковое, оно сегодня тоже несколько не систематизировано. То есть традиционная отрасль хозяйственной деятельности – это основная проблема, которой постоянно занимается ассоциация. Потому что ставят вопрос перед нами районные ассоциации, те рыбаки, те оленеводы, те охотники. Здесь они суммируются определённым образом. Ну, вот когда институт проблем КМНС был, был очень большой сектор социально-экономических проблем. Там сидели доктора наук, там сидели кандидаты, которые всю жизнь свою посвятили вот северному, скажем, оленеводству, северному охоте, значит, биологическим вопросам. Ну, вот потом они ставили, помните, наверное, их там Тобуков был, да, Павел Захарович, там был наш с вами Сыровацкий. А вот сегодня, к сожалению, у нас в оленеводстве, оказывается, учёных нет. Представляете, никто оленеводством из науки не занимается. Тоже проблема. Потому что, если не изучаешь, каково текущее состояние, не можешь предположить, что будет завтра. Такая вот ситуация, связанная с наукой. Но эти проблемы у нас с вами будут стоять всю жизнь в зависимости от тех реалий на экономическом поле нашего государства, которые сложатся в определённый момент. И мы должны всё время лавировать. Если в советское время было чётко, ясно. Вот нам выделили на год, там на пятилетку дали средства, мы на них живём. У нас даже больше, чем было оленеводов. То сегодня, ну, почему вот случаи падежа идут, да, и травли волками? Помните, прошлый год в Турваургине, где тысячи оленей потеряли. Потому что был всего лишь один оленевод там. А волки это чувствуют прекрасно. Они же не дураки, как говорится, а умные животные. Поэтому вот истребили две тысячи. Хорошо, хоть и вы самого живого оставили. Вот таким образом вот сегодня ситуация вот кадровая, тяжёлая в оленеводстве. Мы-то ставим вопрос о том, чтобы была сохранена семейная форма хозяйства войны. То есть община. И вот мы не зря же принимали законы о кочевой семье. Да? Вот потому что семья – это есть основа традиционных отраслей хозяйства в войне. Это быт. И ребёнка не сразу сделаешь оленеводом. Потому что оленевод должен знать окружающую природу. Он должен следить, он должен видеть поведение животных. Где и как, чем он питается, куда их гонять. Хотя это наши с вами клетки, вот твои даже, скажем, да? Они же изначально дети с рождения в этой среде находятся. И они это впитывают не на наукощей основе. Это их жизнь. И они это прекрасно понимают. А сегодня мы их оторвали. И когда он приходит, вот по идее получается, что ему наука помогает стать оленеводом. Что вот кочевые люди без этого не могут. Если мы хотим сохранить народы, как таковые, этнические культуры, мы должны сохранять и семейные отношения. Это тоже у нас вопрос, которым ассоциация занимается. Августа Дмитриевна, каким вы видите сегодня современного представителя КМНС? По ребятам служу у нас. Они впитывают себя и вот как бы европейскую цивилизацию. А с другой стороны, они тянутся к своей. Они понимают, что они насетили этих ген этнических, что они обязаны, значит, сохранять. И за это будут ответственны. Надо жить в двух мирах. И в современном, и в своем вот воротном, который достался от родителей, от предков. Ну, и еще одна проблема, которая, ну, тоже идет на сегодняшний день, наверное, несколько затруднительно, это вопросы кадров. Это потому что, если руководитель села, глава села, понимает, что ему надо поддерживать, что это его особенности, да, какие-то, то он будет все делать для того, чтобы сохранялась эта этническая культура, будет поддерживать носителей, может, будет поддерживать молодежь, которая к этому стремится, будет заниматься сохранением оленеводческого хозяйства. Вот юхновца возьмем, да? Хотя у нас есть к нему определенные вопросы, да? Но, с другой стороны, он же ведь сегодня формирует там новые виды, новые виды, в смысле, этно-какой-то центр, туристический центр тунгусского, тунгусской культуры, вот на базе села Йенгара. Это развитие уже пойдет как туризма, получается. Ну, а туризм – это один из перспективных отраслей, на которые мы должны сегодня опираться для того, чтобы и сохранять наше окружение, и, значит, и сохранять, соответственно, этнические особенности. Ну, еще один вопрос есть, тоже сложный, потому что опять это связано с пониманием рыночной экономики. Это земля, территория. Без территории мы, в принципе, не можем иметь свои оленеводческие стада, мы не можем охотиться. Вот что такое охотник, да? Дело в том, что, значит, коренные народы, те, кто вот охотятся, они ведь оберегали. Больше того, что им надо, никто никогда не отстреливал, не сохранял. Вот, по-моему, вот это вот дело, оно должно быть впитано в кровь всего поколения. Мы должны беречь окружающую среду. Что, в общем-то, и делали. Вот опыт обычаи северян, обычаи рыболов, охотников, они говорят о том, что они всегда берегли тот мир, который их вырастил, родил, вырастил и воспитывает по сегодняшний день. Но это связано с той политикой, хотя вот, на мой взгляд, очень трудно идет, с экологической политикой государств всех по охране природы нашей. Это и мировая, в общем, глобальный вопрос. Но пока нас, вот, недоропользователи еще давят. Вот территория, это есть проблема. Вот если мы ее сохраним, вот не случайно, значит, Елена Христофоровна эти вопросы всегда на Илтуме не поднимает, потому что все готовы оторвать, все готовы влезть. Что такое взорвать почву в тундре? Да? Это и так сегодня уже вечная мерзлота тает. Уже сегодня что-то другое. Я как-то на одном совещании сельхозников спрашиваю. Говорят, концепцию вот впишите вы по сельскому хозяйству в арктической зоне. А скажите, как вы вот там растеневодство видите? Они никак не видят. А как выращивать тот же, даже просто овес? Это же сложно. А сегодня тает, значит, надо уже туда и овощеводство внедрять, и капуста спокойно росла в Верхоянске, я помню, в 80-е годы. Они всегда продавали огромную капусту, бобы, и все это росло. Забыли все, а теперь ждем, когда нам северный завоз чего-то привезет. Кормили же себя. Значит, это надо обучать, это надо внедрять. Все. Потому что человек обязан себя кормить сам, не ожидая, что кто-то ему чего-то принесет. Августая Дмитриевна, съезд у нас буквально через несколько дней начнет свою работу, восьмой съезд нашей ассоксации. И что вы сами ждете от этого съезда, и насколько острые вопросы будут стоять? Или как часто говорят, проблема качуется, съезд на съезд, из года в год, из документа в документ, от нее те же проблемы. Ну, так это жизнь же. А как мы не будем говорить об оленеводстве, если есть проблемы? Вот оленеводы об этом говорить будут, естественно. Мастерицы скажут, что вот у нас это слишком дорогой сегодня бисер, да? Как нам его купить на свою пенсию, скажем, да? Это тоже же вопросы. Но надо отдать должное нашим бабушкам. Они, невзирая ни на что, видите, какие красивые костюмы все время поют, танцуют, значит, везде демонстрируют свою культуру. Вот пропагандисты. Вот, несмотря ни на что, они молодцы. Я им завидую иногда, думаю, ой, плохо, что я не пою. Ну, вот, ясное дело, что эти проблемы, они будут стоять и будут смотреть. Но, конечно, это будет подсказка для того же Минсельхоза. Но еще одна проблема, чисто тоже организационная, кадровая, может быть. Потому что проблемы коренных младчестных народов Севера, они разбросаны, к сожалению. Вот сколько мы 35 лет ставим вопрос, чтобы был единственный орган, который бы эти проблемы решал и ставил их перед каждым министерством в отдельности, а не то, чтобы приехал наш представитель и пошел бегать по Минобору, Минкультуры, там еще что ставить. И вот у него время на это уходит. А ему прилететь сюда из Черского 45 тысяч надо рублей. Да еще здесь жить надо. То есть всю накопленную пенсию он практически туда бросает. Вот. А такое министерство было, вот, Министерство по делам народов, да? И там был департамент, который занимался всеми этими проблемами. И он решал со всеми министерствами. И сюда, и к ним приходили наши люди, и они с ними решали. Так что вопросы должны быть сосредоточены в одних руках, а не так, как это делается. Вот 35 лет мы боремся, пытаемся, чтобы надумать правительство. Они считают, ах, раз вас мало, то вообще пусть вас не будет. Такая позиция, вот, может быть, резко сказано, но такая вот политическая позиция вроде. А везде на уровне, там, на всех верхах мы кричим, а у нас хорошо поставлена работа по вопросам коренных народов Севера. Так ведь кричим? А как это достается, трудно, это не все понимают. То есть те же проблемы у нас на съезде будут, но в новом аспекте, в новых условиях. Сегодня Россия уже, по сути дела, изолирована. Значит, там вот проблема продовольственной безопасности. Это тоже опять, чему я говорила изначально. С самого начала, и вот, и подвожу к этому. Продовольственная безопасность зависит от каждого человека. Где у нас огород? Я вот уже пятый год, наверное, в общественной палате твержу все время, что у каждого человека должно быть, огород должен быть при его семье. А где он до сих пор? А Минсельхоз эту проблему не заостряет. Они как привыкли делить субсидии, которые получают из бюджета, так и сидят на этих. А стратегию того, как людей заставить работать, они не делают. Понимаете, да? Ну вот надо отдать должное нашим кадрам изначально, организаторам ассоциаций, которые пробудили в людях инициативу. Я даже скажу больше. Инициативу на самосохранение. Если уж пойдем еще дальше, я, может быть, фантазерка немножко, да? Но я очень остро ощущаю глубочайшие изменения, которые идут в мировом пространстве. Мне страшно. Люди друг друга не понимают. Люди вообще как-то относятся. Нарушилась вот эта вот духовная основа. Человечество нарушается. И в этих условиях то, что мы живем на окраинах, то, что мы привыкли жить без комфорта. Не мы, конечно, а те, кто там живет. Это их и спасет. Я иногда говорю, ребята, надо на самосохранение бороться. Надо вот жить для этого. Слушайте, если человечество будет гибнуть, то сохранятся и будут возрождать новое человечество только коренные народы мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова